Глава 23, 28 стих. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю, вам ноги поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете, говорит, мы еле и пили перед тобой, и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плащ и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем. А себя изгоняем он и вон. Вот если все применить это к себе, а Слово Божие как раз и заставляет это сделать, усваивать, как говорит Иоанн Златоуст, что лично ко мне это будет сказано, то все выглядит тогда уже по-другому. Начинаешь беседовать с баптистами, с пятидесятниками, с сектантами. У них у всех, хотя они разные, по-разному собираются, везде заготовлена одна притча. Что на небе оказался баптист и спрашивает, а есть ли это баптисты? Ну говорят, нет. А есть ли это адвентисты? Нет. А православные? Нет. А кто что на есть? Мы говорим, исполняющий волю Божию. А он как раз исполняющий. Значит, разницы нет. Ты православный, баптист, какое бы ты название ни носил. Такого нет в Евангелии. Такой притчи Христос не говорил. Притча совсем в умном тоне, что люди считают себя спасенными, знакомыми со Христом, а то значит и с Евангелем, и они надеялись на спасение. Какой ужас. Иоанн Затаус говорит, что через закрытые двери невеста получает ответ. То есть крайняя степень отвержения. И не через ангела, а сам лично. То есть уже ничего нельзя поправить. А если не спасусь? Все остальное, какой смысл тогда имело? Зачем я вообще родился тогда на эту землю, если там бесконечность, а здесь такой коротенький миг времени? Вот мы считаем книги, говорим, годы такие это. Кто-то завоевывал что-то, приобретал. Кто-то первый поселился в Потеряевке. А не на кладбище здесь? А если не спаслись? Там ведь один миг покажется за тысячи лет. Это так. Они уже соприкоснулись с вечности. Для них временная кончилась. За гробом ничего нельзя поправить. За гробом нет покаяния, говорит, Амзатарус. И вот эту притчу, ее и необходимо помнить постоянно. Неужели мало спасающихся? Ну просто Христос бы сказал эти слова. Исполняющий волю достаточно. Мало спасающихся. А получается, что как будто никого и нет. Так тогда для чего вся эта история мировая была? Спасающихся есть. Те, которые расслышали голос Божий. И он от боя говорит. Не знаю вас, откуда вы отойдите от меня все, делать или неправды. Слова-то понятные. А что в неправду входит? Ну в первую очередь, к себе если применять. А в правой вере я нахожусь или нет? Сегодня никакого значения иередики к этому не придают. Когда спрашиваешь, а почему вы не понимаете, что такое ересь? А зачем нам это нужно? Дела плоти известны, Павел говорит. Вражда, зависть, убийство. И перечисляет. Ереси. Ересь это дела плоти. Святые соглашались с обвинениями в свой адрес. Ты блудник. Заплакал блудник. А самую женщину-то не видал. Ты убийца. Совсем согласился Авва Агафон. Но назвали его иеретиком. Он вытер слезы и сказал. Нет, братья, никогда. Там слабость, увлеченность. А здесь произвольное увлечение ума. Отдание его ереси. Наша благодарность должна быть непрерывная за святую православную веру. Как мы счастливы, что родились в этой вере. Я неоднократно думал сам о себе. А родить я евреев. Нашел бы я православную веру или нет? А если бы я родился баптистом-мусульманином? Может быть, я и нашел. Но с каким трудом? Да, я исследовал все веры. Я исследовал, смотрел буддизм, ислам. Я там не был. Только с людьми их встречался. Но учения их полностью изучил. И увидел спасение. Невозможно получить без Христа. Христос умер за наши грехи. Все люди грешники. Понятие у других народностей и религий о грехе совершенно превратное. Какие-то жертвы барана принесут, как евреи в Ветхом Завете. Но грех не прощается барану. Возьметься за грех смерть. Без пролития крови нет прощения грехов. Ни в одной религии никто не умирал за грехи людей. А если умирал, так он за свои грехи. У нас Спаситель мира Иисус Христос. Мы читаем в Слое Божие. 1 Коринфянам 9, 24, 27. Не знаете ли, что бегущие на листалище бегут все? Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного. А вы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Проповедуя, и можно остаться недостойным. А не проповедуя, и вообще этого даже нигде нет. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, так и креститься он не будет. Вообще спасения лишней никакой нет. Если праведник едва спасается, То нечестивый и грешник где явится? Вопроса, ответа нет. Он нигде не явится. Поэтому наше место, если так разобрать, Оно даже не о кладбище речь идет. Да и в воду там места нет. А то все равно Бог сотворил. Это его творение. Нет ничего, чего бы Бог не сотворил. Вообще ничего нет. Смерти Бог не творил. Отвержения от себя не творил. А это наказание Бог допускает, Чтобы люди боялись попасть туда. 2 Петра 1.10. Посему, братья, более и более старайтесь Делать твердым ваше звание и избрание. Так поступаю, никогда не преткнетесь. Преткнуться, значит, запнуться. Твердым делать свое звание. Ты христианин. Петр говорит, каждый день подтверждай это. Вчера я не мог смирить себя. Сегодня я уже смиряю. Вчера я не хотел пойти. Сегодня пойду. Вчера я не хотел делиться. Сегодня начинаю последняя крошка делиться. То есть ты сам должен это видеть. И родственники скажут. Близкие. О, если бы он не обратился, Вы бы этого человека не узнали. С ним невозможно было жить рядом. Перемену в нас заметит каждый. Ну, знали самого-то все. И вдруг услышали о нем. И слепого знали все. Одни говорили, он, другие похож на него. А он говорит, это я. Но я не видел, а теперь вижу. Рожденный от Христа в Духе Святом, он видит. И видит все в Духе Святом. Как Бог сказал, так я должен понимать. А вот я сегодня узнал, что неправильно, неправильно, все на этом кончилось. Я тоже думал, важно два перста или три. Но стало следовать по Писанию, и я увидел ни два, ни три. А как тогда? А в том и в другом я увидел элемент ереси и нашел у святых отцов, которые рассуждают точно так же. А как правильно? Правильно то и другое. Если ты к этому не прилагаешь в его сердце. Не навязывая Христу, что он молился двумя или тремя перстами. Он вообще, как еврей, никак пальцы не слагал. Посмотри, как евреи молятся. Так он и молился. А как же нам молиться? В Духе. Буду молиться Духом, буду молиться умом. Понимать молитву и духовно к этому располагаться. Я должен помнить, за мои грехи умер Христос. Да, Святая Троица спасла три. Да, Он Бог и человек. Два перста. Да, Он единый Бог. Одним перстом молились христиане, говорит Ян Златоуст. Одним. Он единый Бог. А почему одним? А потому что тогда было многобожие. И надо было это победить. И христиане, понимая, перст на аренах восклицали. Христос царствует. Не Венера, не Юпитер. Христос царствует. Христос царствует нам. В этом заключалось все. Пророк Иезекииль 33-31 говорит. Как люди относятся к проповеди. И они приходят к тебе, как на народное сходбище. И садятся к релицам твоим, народ мой. И слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. Это все было. Приходили, слушали и обсуждали. Но получилось так, как говорил Иезекииль. Иерем 4-11. Итак, постараемся войти в покой омы, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Страшный грех непокоривость. Слово Божие. Я много раз уже повторял. Если вы с кем-то говорите, и кто-то не согласен с вами, допустим, еретик, противник, и он приводит место в Писание, сразу за мной остановись. Не он это говорит. Говорит Господь Бог, Духом Святым. Никогда, нигде, во всю жизнь не прерви говорящего Слово Божие. Слово Божие сразу напрягись, стой. Так говорит Бог. Все. А потом уже обсуждать будете, правильно ли ты понимаешь или я. Кто так понимал, как ты понимаешь или как я. Какие святые отцы истолковали. Но само цитирование священного Писания должно в душе вызвать только одно слово. Два. Слушает раб твой. Это три слова. Слушает раб твой. Мне не раз приходилось беседовать с теоретиками. Они в моем доме обращались, делались православными священниками. Я скажу, ни одного изречения от сектантов, которые считали Слово Божие, для меня не было лишним. Внезапный Бог показывает какую-то сторону в этих словах, которые я считаю десятки раз не видел. Бог говорит, что дух дышит где хочет. Да что от него слушать? Не скажи так. Да он не понимает ничего. Он просто считать будет. Он просто считать будет. Я с одной сектанской семьей работал около трех лет, примерно. И они все принимают, но не переходят в православие. Приезжает брат, и он только сказал. Вот Антихрист придет, он будет печать ставить. А вы знаете, что такое печать? На лоб, на руку. А что? У них нет этого толкования. А это означает, Ефим Филин говорит, что не сможешь совершить честный и животворящий крест. А вы можете? Они перекрестились. Он говорит, тогда на вас печати нет. И для них этого было достаточно, чтобы вы приняли православную веру. Ничем строго. Я трудился три года и не мог сдвинуть. Одним местом писания этот ключик стоял где-то рядом. Конечно, эта работа сыграла большую роль, но где-то должен быть стих писания, который должен тронуть душу. Я знаю это место писания для себя, а ты для себя. Испытай, посмотри, может, ты забыл. Найди это место, высвяти его, сделай эпиграфом своей жизни. Вот эти надписи я советовал сделать. Вымысли человеческие ненавижу, я очень устал в жизни от вымыслов человеческих. Закон Божий я не знал, но первую часть я знал очень хорошо. Вымысли человеческие везде. И когда это местописание прочитал, я его сразу же на корочке записной книжки выписал. Вымысли человеческие ненавижу. Я его прошел сотни раз, а вот закон твой люблю теперь, я уже 47 лет, пытаюсь постигнуть это, и никак до конца не могу понять, а закон твой люблю, за что люблю, какие места больше люблю, как эта любовь подходит, почему столько лет мне не открывалось это, я их знаю наизусть в местописания, но таинственный смысл, который душу мою притянет к себе, который откроет мне, меня там, в этом стихе, как я его люблю, как я его цитирую в местописании. Ведь надо научиться цитировать места, не просто, святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные, а ты считаешь места писания, послушай, я на Златоуста молитвы, заклинания, заклинательные, когда крестят человека, он разговаривает с дьяволом, и напоминает все места писания, с которыми дьявол знаком, ты сверху, ты с неба, вот сразу напоминаю, 14 глава Исаия, и по порядку ведет сатану, смотришь, как поболился пророк Исаия, как Ниеми и Езра, они Богу говорили, Господи, ты вывел народ твой, он шел в пустыню, и ты избрал его, вот сегодня, перед началом богослужения, 105-й Псалом, Господи, ты вел народ твой рукою твоей, а народа не изложил, это все из писания, да ведь ты этого не видал еще, он зашел в готовую уже страну, нужно в освященном писании плыть, как Серафим Псаловский говорит, а для этого писания должно сделаться наше дыхание, Исаия 1,15, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови, это Бог говорит, люди смотрели на руки, входя в храм, у них умывальность состоялась, они мыли, священники ни один раз в день умовение делали, а он говорит священникам, он говорит, клевитам, ко всему Израилю, руки ваши полны крови, какое обида, всюду обида, дети не слушаются родителей, так это везде такое, они сокращают жизнь, продолжай дальше, а сокращая жизнь, это и есть убийство, дети не слушаются учителей, учителя это самые, может, нервные люди, как они работают, я не знаю, наказывать нельзя, они что угодно, распивают, курят на уроках, это сегодня прямо пишут, все, открытым текстом, какие же это надо, я нервы не употребляю, это слово, слова найди, чтобы вразумить, это тоже сокращение жизни, все, что не по слову Божию, это руки полные крови, это постепенно, ты будешь доходить до этого, и Бог говорит, простирай эти руки, вы должны простирать руки, ты муж, последний раз, когда ты дома молился, простирая руки, поднимая к небу, Павел говорит, желая, чтобы мужи во всяком месте поднимали руки, а женщины, и женщины не запрещены, нигде нет запрета на это, это означает, я ищу помощи оттуда, не энергетику получить, а может я буду голодовать неделю, у нас голода нет, у нас есть пост, святой православный пост, и поэтому по слову Божию, живущий, он тонко чувствует места Писания, вот это ко мне, только прочитал, ты оставил меня, говорит Господь, поэтому я прострою на тебя руку мою, и погублю тебя, я устал миловать, как не взрывнуть от этих слов, вот они на стене написаны, а ведь эти слова-то, они распрошлись по мне, ты оставил меня, первое, самое главное, в чем запрещается, как оставил, а вот скажи, кончилась молитва, сегодня вечером кто будет молиться, утром помолились, да не все правила-то исполняют, а днем сколько раз ты молился, просто ты знаешь, два часа я должен на молитву, четыре часа я должен встать на молитву, отложи все инструменты, на работе где находишься, я раньше это слышал, а потом сам увидел, в советское время, автобус в Туркмении, видео мусульмане, смотрят тысячи час, на массу, он останавливает автобус, вышел, коврик у него с собой, расстелил, я говорю, и что, ничего стоим, а сколько продолжается, ну минут семь, а потом, потом поехали, ну а что во всем городе, где мусульмане на руле, во всем, во всем мире, он обязан совершать намаз, он еще и религию свою не знает, сколько раз мы намощаемся, намазываемся от Духа Святого, это должно сделаться настоятельной потребностью, а это уже миллиард шестьсот миллионов, да нам до них, как дойти до мусульманка, а нам не до них доходить надо, а в Духе Святого до Христа, потребность в молитве должна сделаться сначала в семье, а много ли семей, которые вообще молятся, да мы нигде не можем сравнивать себя ни с кем, а когда-нибудь церковь добивалась этого, чтобы все в одно время в православии молились, ну не пять раз, хотя бы три раза, не за стол, а за стола, да никто про это не знает, а апостол говорит, не пристанно молитесь, всегда бодрствуйте, то есть у нас десять раз на молитву вставать, это должно быть обычное явление, даже десять раз, ну пусть будет не по семь минут, пусть по три с половиной, но памятование о Боге сразу наложит на тебя обязанность, а еще не молился, и сразу делать то зло, которое делал до молитвы, рука не поднимется, тогда уже ты не будешь искать там с площадки женихов в интернете, а как, потому что на молитве был, а Господа там не будет, а я что тогда сделаю, Господи, пойди со мной, язык не поднимется, Исаия 58, 24, они каждый день ищут меня, и хотят знать пути моих, как бы народ поступающий правильно, и не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу, почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь, вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу, и требуете тяжких трудов от других, вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других, вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте, эти слова, конечно, знали апостолы, поэтому они подвигали людей к прощению, то, что дал Христос, не встите врагам, и не молись, если знаешь, что на тебя кто-то имеет, этого никто никогда не знал, все поняли, христианство умрет в первые же дни, не умеют себя защищать, ни одна революция дня не проживет, репрессии должны быть, врагов уничтожать, если он не сдается, здесь наоборот, и теперь мы видим, все, что строилось, рушится, а церковь Христова, его чудный корабль, сияя всеми огнями, плывет две тысячи лет, Иоанн 6, 27, старайтесь не о пище пленной, но о пище премывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог. Люди, как стараются? Да мне завтра на работу. Ну, помыть, пойдем на многовесие. Да у меня на работу. Понятно, работа эта надо. Но все, что ты делал в течение года, ну, нарисуй однажды, скажи, плоть и дух. Для плоти трудился? Да. В армию призвали? Пошел ты, не пойдешь, тебя посадят. А Христова армия, добровольство, зовет Христов на благовесие? Никого нет. Запиши, сколько часов для плоти в день отдал? За месяц. Но я же работаю. Ты молодец, ты работаешь, и для плоти, но это все временно. Здесь речь идет о том, что старайтесь не о пище пленной. А пище пленной как старается? Для этого хорошая специальность. Но если человек не пьет и делает, вот видите, сколько можно сделать, и как красиво все. За это платят деньги? Неплохие. А для души? Ну, вопрос вот такой простой. Старайтесь, Господь говорит. Жизнь пройдет, и ты даже не увидишь как быстро. А обернешься назад? Да, дом есть, жена, дети, дача, машины. Все есть. Для души что приготовлено? И мы должны к этому побуждать. Ресталище это поприще. Это на стадионе. Бегут все. Но награду получает один. И мы-то не все спасемся. Даже проповедуя другие, можешь отстаться неспасенного. А не проповедуя, вообще о том даже речи нет. То есть это, минуя мытарство в ад. Как умерши за Христа, минуя мытарство идет в рай. Матфея 11, 12. От дней же Иоанна Крестителя, до ныне, Царство Небесное силой берется, и употребляющее усилие восхищает его. И став сразу вопрос силой, что я сделал для Царства Небесного? Я знаком был с одним, его звали Гоша, слепой, Георгий. Он только однажды на пленке услышал мою беседу со священником, и сказал, он прав. И из города Камска, Красноярского края, слепой с детства полностью, приехал сюда. Приехал с сопровождающим. А после приезжал еще раза два, один, совершенно слепой, чтобы насладиться беседой и вместе помолиться. Когда я в последний раз не в крестный ход стремился, а послушать беседу о Христе? Просто пойти, это знают. А ради Бога. Вот мы завтра едем именно для этого. Там жаждущие люди, мы их не знаем, они жаждут. Они этого не знают. Мы должны сказать им, по вашей... Не высказанной молитве мы приехали. Мы посланники Бога, мы принесли благую вещь, каждый дом занесем Евангелие, пришедший на Новый Завет. Сегодня нас испытывают, накажут, что вы где вы это берете? Покупаем. Что-то дарят. Мы приготовили великие подарки для этих людей. Ты не можешь поехать. Беги на этом поприще. Встань сегодня на молитву. Встань ночью. И завтра день, помни, посланники Иисуса Христа несут благую вещь. И если почву Бог не приготовит, все наши усилия будут напрасны. Мы все запряжены в одну колесницу Божественного Целомудрия нести великое Слово великого Бога. Аминь.